мы уже начали магомед и отлично ты всегда уникален когда ты стал нормально мы уже начали вот это была команда подкаст уже вот начался вот этого не будет а здравствуйте дорогие друзья у нас середины разговора это же так же уже понятно что мага ты магомед ты магомед и смейла я магомед и там бимасаев я там бимасаев это хасл шоу друзья как красиво ты зашел как настроение своем стиле все замечательно чековского ребят давайте хорошая вода с рыбой чай хорошо у вас пригласите меня почащивать ну что клубничку хочешь да уже пользуюсь чем а то вы пока подкаст не начался не давали мне какой лимит у меня на пару малинок пару вот это хватит это мой рацион целом мага ну как дела одну секундочку подожди это же подкаст конечно потому что потому что потому что просто как дела спросил жизнь я же просто одну секунду подожди никто не подбирается к тигру пока он ест понимаешь все правильно там без слушай будешь здорово так теперь можно начинать хорошо все отлично как твои дела мы кажется будем через большие паузы разговаривать да у меня сначала вот вам вот такой вопрос выжил бы я с вами да где-нибудь мне кажется не выжил бы я ну как где например на не обитаемое количество еды вот вы смотрели вот фильм да вот я спускается вот эта штука да вертолет нет вот такое там здание как бы платформа и платформа на самом верху вы были бы мы спустились если просто не успели потом вниз а я вам там нас 200 нижнем этаже на 200 мая там внизу что это значит что мы много едим или что они понимают ну я хотел бы сказать вам надо диетить ребята еще куда куда столько отвечаю надо диетить я вот честно вот запереживал за все что на столе стоит когда увидел тебя там бить честно ничего себе я еще и при этом и ворую фарфоровые изделия особенно ну честно надо диете тренирующий процесс ну я понимаю подкаст все и так далее сейчас сюда качать за диету пришел брат или что слушай у нас на самом деле что качать у нас на самом деле сложилось вообще такое впечатление что мы что тебе надо завязывать с боями да надо становиться нутрициологом что мы в каждом подкасте почему-то говорим про похудение да потому что нам как нам не не намекают но все равно я как бы я не намекаю прямо сейчас вам ребят на вас смотришь и хочется говорить о диете окей я понял твой нам ничего себе нет я как бы вам лучшего желаю поэтому это говорю сейчас до конца этого подкаста в планке буду стоять ты согласен хочешь чтобы он на столе на столе сделает на столе в конце в конце я сделаю ну окей это студия все ты же был у нас на той студии ну во первых я на костылях мне пришлось здесь три этажа подниматься как бы на костылях это привычное состояние магии на костылях я говорю вот если бы меня вот привели бы сюда и вот как бы загадкой спросили кто здесь кто здесь подкастит я сказал адам адам почему ржавые вот эти мне надо пройти вот это как бы испытание вот это знаешь подняться по лестницам на костыле потом поднялся сюда потом спустился вниз садишься нельзя есть фрукты надо ждать смотреть пока этот подкаст начнется чтобы ты мог поесть их подкаст начался как же сложно ты живешь ну с тобой вот так всегда я не хотел подниматься сюда потому что здесь лифта нет и кстати вот 21 век чуваки почему лифта нет на втором этаже да да всегда меня интересовал этот вопрос на втором этаже типа двухэтажное здание окей лифт лифт в двухэтажном здании итак учебу вас вообще есть что обсудить да интересно помимо диеты да помимо того что вы толстый лифт о чем поговорить слушай химия нам нужно как ты считаешь при похудении вот такой вопрос опять вот это будет кажется мы затронули какую-то стоп тем как ты считаешь так топ-3 стоп тем химия никогда не обсуждать химию при магомедии с моего имя в школе в школе пропускал химию чисто на физику работал мы не обсуждаем похудение не обсуждаем химию мага тебе надо остановиться погнали давайте какой-нибудь не ну из актуально на самом деле хочется у тебя должен был быть бой стоковым да и сорвался угу расскажи из-за чего какая травма я как знаю ты недавно перенес даже операцию снимал это все инстаграме самое жестокое вот в этом знаете что самое жестокое вот это тяжелый тренировочный процесс проходишь тяжело ты терпишь вот я всегда говорю что в подготовке есть три победы первое это ты начинаешь как бы подготовку тяжелый тренировочный процесс и когда вот ты делаешь заключительный спарринг, все самое тяжелое позади, и это первая победа. Ты как бы закончил тренировочный процесс и нейтралмировался. Вот это первая победа. Вторая победа. Это когда ты гоняешь вес. Вот ты согнал вес, сделал норму, и это вторая победа. Ты такой, да. А третья победа, ты уже зашел в клетку, победил, и это уже третья победа. Три победы к одному бою. И у меня что получилось? Я как бы уже заключительный спарринг сделал, и у меня как бы нога уже тревожила меня, колено уже. Я чувствовал, что что-то не так с коленом. В подготовке, если у тебя что-то не болит, то ты, значит, не готовился. Как правило, у любой профессионал что-то у него болит. И вот я начал гонять вес, и когда у меня оставались 4-5 килограмм последних, ну, 5 килограмм, 90-500 я взвесился, пошел в зал, и у меня начало застревать уже колено. Я понял, что уже я не готов выйти в таком состоянии на бой. Я пошел сделать снимок, я сказал врачу, если мое колено не вылетит, не отскочит, или в бою какой-то нереальный казус не произойдет с ним, а просто это какие-то болевые ощущения, то я говорю, с болью я справлюсь. Но если моя голена отскочит, понимаешь, в сторону и сойдет, я говорю, я не готов. У Пономрёва, как ситуация. Ну, вот типа вот этого, да. И тогда он сказал, сниматься надо. То есть у меня был внешний мениско отслоен, внутренний, получается, был разорван, что меня удивило, потому что все-таки, как-никак, я продолжал работать, пока мышца держала. Когда вес начал гонять, уже чуть-чуть ослаб, и я... Травма была, ты тренировался, какой-то дискомфорт у тебя был, ты подсоветовал, себе предложили снять. Чуть-чуть дискомфорт был. Вначале чуть-чуть дискомфорт был. Я добил, как бы, вопрос. Потом немножечко там на спад работал, как бы, ногу не загружал. Думал, ну, должна же это боль чуть пройти. Да, но... Как лига. Получилось, как получилось. У меня были мысли, знаешь, зайти все равно, как бы, как-то чего-то, ну... Потом думаю, ну, все равно не тот боец, только с кем можно такой себе позволить. И реванш. И тем более, да, во второй раз наступать на грабли, на которые уже наступил, тоже не стоит. Если что-то не так, я сказал, но если я плохо себя чувствую, если что-то мне конкретно будет мешать, лучше не выходить. Ну, это же важный бой, это реванш. Реванш десятилетия. Я два года не мог спать. Слушай, я помню этот бой, он у нас в тринадцатом году уже, да, был первый бой. И реально столько... Десять лет спать не мог. Да, хочется на самом деле подойти... Подойти конкретно к этому бою максимально готово. Вот ты знаешь, какой момент? Вот бывает, кто-то стоит с собой и начинает такой разговор. Так же бывает это. Ну, а что-то там, Токов, когда говорят, бывает, и вот с этого момента вот этот человек меня что-то раздражать начинал. Ну, как бы... Он как бы... Я им вроде симпатизирую, но с момента, когда он Токов говорит, он чуть меня подбешивал уже, я помню. Это первые два года после поражения. Ну, к розеткам ты не подходил никогда. Ну, ладно. Как к чему? К розеткам. Мага? Нет. А лига как отреагировала? Мне интересно, потому что, ну, вот как ты рассказываешь, значит, ты подписал контракт на бой, будучи с травмой, получается? Нет. А как? Во время подготовки... А-а-а. Смотри, вот хочешь, я тебе скажу начало этого, как это произошло? То есть я... Я сделал спарринг, то есть такой... Три по пять, там, ногами, руками, мы прям подрались от души. Потом... Очень тяжелую тренировку я пишу, потом я поборолся три по пять. Все сделал я, и все нормально. То есть от души оттренировался в бойцовском режиме. А потом я решил, как бы, подобивать грушу на полу. И вот подошел, я ее так потянул, грушу, и у меня колено так чак. Я такой, ох, блин. Думаю, что такое? Накопительное. Я вначале не придал значения, я думаю, столько всего сделал, да, и нормально. А тут грушу потянул, и она вот так щелкнула. Просто легкий желчок был. Ну, к этому разогреву вообще, к этому бою вообще шикарный был, на самом деле. Мне понравилось. Да, да ты даже вот такого... Ну, на самом деле, Токов же не любит там вступать в трэш-ток, там, знаешь, с кем-то диалоги. Да, Токов вообще, на самом деле... А ты смог даже из него вытащить что-то, вот... Не, ну, это все равно, по сравнению там с предыдущими какими-то историями, как будто с Толиком все равно это было на доброй волне. Как мне кажется. Слушай, я сам не ожидал, честно, я до слез смеялся, когда я смотрю вот это. Мага, ты что меня ненавидишь? А ты сам монтируешь вот это все? Ты сам придумываешь? Реально? Да. А где монтируешь? На телефоне или где? Нет, есть определенные вещи, там, более, там, большие, там, длинные. Допустим, вот это где я, там, засыпаю, допустим, просыпаюсь, там, мне этот... В телевизоре появляется Асланбек Бадаев, да? Это мы с Денисламом делали, он это все как бы... Он монтировал. Мне не до этого было. Но идея твоя... Наша общая с Денисламом. Если мы садимся, мы идейники с ним, да, если мы садимся, начинаем обсуждать. Вначале с какого-то балагана мы начинаем, но из этого балагана потом... Что-то появляется. Да. Мозговой штурм, короче. Да, ты в курсе, да? Молодец. Да, я же тоже боец. Я тоже боец и нарежчик. Ладно, у меня вот другой вопрос. Тамби, вот я вот... Вообще ни разу не смог нормально посмотреть вот ваше вот это шоу. Поле чудес? Вообще не нравится. Знаете, букву отгадывать. Тамби, нет. Чего вы там барабаны кручите? Скажи, да, что было дальше. Что было дальше, да? ТБД. Вот ни разу не смог посмотреть. Ну, это же хорошо. Вот посмотри, ты такой приятный парень, да? У тебя такая красивая речь у тебя. А там отвратительный. А там вот с вашего рта, я не знаю, я не могу смотреть. У нас же общего. У нас там... Согласен. Я тебе скажу. Тамби там самый скромный. Ты просто не видел, значит. Нет, я говорю, ну он неужели. Хожу, он сидит самый скромный. Я не видел, реально. Да, да, да. Я не мог смотреть. Ты ничего не пропустил, на самом деле. Там потому что с ля-ля-ля начинается у вас все. С ля-ля-ля-ля. Ну, что поделать? Такая жизнь. Ну, неужели у вас не хватает ума, чтобы формулировать свою мысль без мата? Или вы думаете, что только мат это смешно? Ля-ля, сказал и смешно. Вот сидим же, смеемся мы без мата. Слушай, я все передам. И ты такой вот приятный, милый. Но я, на самом деле, я не сказал бы, что я приятный. Загляни в комментарии. В смысле неприятный ты? Все, я очень приятный. С этого момента... У меня следующий вопрос теперь. Слушайте, ты неприятный. А можно, Тамби, узнать, почему вы позвали не Магу Исма, а Емеляненко? Так Мага бы не пришел бы к нам. А я бы просто чувствовал вот здесь обида какая-то. Но с Магой вы не вывезли бы. Вы не смогли бы разговаривать. Я боюсь потом в эти нарезки попасть. Записывать. Мага, ты что, меня ненавидишь? Не вынуждай меня это делать. Мы закроемся в водой комнате. Я съем банку гороха. И посмотрим, кто из нас выйдет. Это будет моя музыка и на выход на бой. Подожди, это уже под конкурсом ЧВД вы уже уходите, по-моему. С горохом это было, брат, тяжелое. Нормально, это рабочая схема. Это наше обычное состояние. А то, смотрите, а то я как пламбы для Токова оставлю в бою. Так, почему там такой балаган? Почему именно на мате специализируется? Да слушай, там, наверное, нет упора на мат в целом. Я думаю, ты просто вычленяешь именно это и концентрируешься на этом. Концентрируешься, наверное, на мате. Не вычленяя. Узнаем новые слова с Магомедом Исфаиловым. Если концентрироваться только на этом... Подожди, так, я... Перерыв для маги. Я понял. Все, мы больше не вычленяем. Но он с таким умным лицом запустил мне. Подожди, сейчас. Нет, нет, все правильно. Давай без вычленения, хорошо? Все, подожди, надо успокоиться. А то Чанда, получается, а не подказ. Да нет, все гармонично смотришь. У нас, кстати, еще, я забыл сказать, у нас ничего не вырезается. Я когда много смею, себя потеть начало. Мне даже смеяться для этого не надо. Приди, да, просто потеешь, знаешь. Да, я всегда как будто в этом для весогонки. Я покраснел, честно, скажи, покраснел. Нет, нет. Ну, глаза у тебя чуть-чуть сейчас. Успокоишься, и все, мой. Все, все, хорошо. Выдыхаем. Выдыхаем. Я не знаю, смешинку поймал. И выходим на бой. Смешинку поймал, Калины. Смешинку поймал, яма. Слушай, у тебя было такое вот перед боем? Подожди. Он не объяснил, почему они там не специалисты. Он, пап, вычленяешь, знаешь, что там у вас? Ну, давай так. Это не то, чтобы такой формат. Мне самому это не нравится. Такую и вообще мысль тоже без матов. Ну, возможно, сделать, например, ЧБД без матов. Хотя бы одну, там, серию. Чтобы я посмотрел, как вы там шипите. Посмотри с Хазбиком. С Хазбиком посмотри. Не материтесь там, да? Не материтесь? Нет, конечно. Мы при старших не материмся. Ну, ладно. Хазбичный старший брат. У нас чай, ребят. У нас чай есть еще. Этот я посмотрю. А, еще тогда посмотри Слапенко. Там тоже... Лапенко это кто? Антон Лапенко. Актер. Юморист. У него есть на Ютубе сериал, да? Да. Сериал ему... Они снимали вместе с... Ну, наверное... Ну, вот такой сериал, чтобы пояснить тяжело. Нет, нет. Там в целом он один играет несколько образов. А, один делает целый сериал, да, Палыч? А, ну, прикольно. Окей, надо... И там без мата, без ничего. Там без мата. Он вот как раз... У него в целом вот такой добрый вайб, без агрессии, без мата. То есть, подожди, возможно, ЧБД возможен без мата, как получается. Да, конечно, мы это несколько раз. А какого хрена вы меня еще не пригласили туда, я прошу прощения? Опа. Я, насколько помню, я не знаю, может быть, были какие-то контакты у нас уже по этому поводу. А ты придешь? Я приду, если без мата, ЧБД может быть без мата. Нет, ну это тоже нельзя ставить ультиматум, если. А ты приди и сделай, чтобы было без мата. Мне что, Нурлан, у нас садили, что ли, братья, ну, боковой. Ну, кстати, вот с этого, если начнется выпуск... Там, возможно, такая защита, он уже боксовый. Слушай, я его встречал, слушай. Я такого серьезного человека, как Нурлан, никогда в своей жизни не видел, брат. Он же вот так вот, он дома вот так всегда сидит. Я один раз слушаю, мы один раз в спортзале, оказывается... Я подумал, это что за такой серьезный тип там ходит, понял? А это этот клоун. Клянусь, я даже, как тебе объясню, даже поздороваться со всеми вот так, я понял, там, о, там, как там, что там, а с ним так... Я так понял, думаю, это кто такой? Думаю, еще конфликт будет у меня с ним. А оказывается, весельчак, прикинь. Так, посмотрим на камеру весельчак. Вот на меня посмотри. Вот как я сейчас с вами общаюсь. Давай отключим камеру, уберем микрофон. Отключим камеру, уберем микрофон. Пожалуйста, не выключайте эти камеры. Это наша безопасность. А Нурлан очень серьезный был, ну, я не знаю. Ну, наверное, тренировки. Может быть, в зале типа... Да. Я на тренировках очень веселый. Подожди, ну все же серьезные. Просто не часто бывают. Ну, бывает в зале такой вот, как тебе объясню, улыбочка шить в зале там, так-так-так-так, раскидался на лапах там, ну. Ты же Нурлан, блин, ты же вот весельчак. Это вот в камеру посмотри вот так. Ты же Нурлан. Ты прям передай. Ты же весельчак. Все, это уже в нарезки попало. Слушай, вот слухи такие были, что Нурлан хочет побоксировать. Не Нурлан, а хотят сделать бой Нурлана и Макан. Знаешь, Макан есть такой исполнитель? Макан? Но он матерится. Наверное, ты слушал песню, и там пропуски слов были. Подумал, М5, Асфальт, 8. У нее сумка, это осень. Не сумка, а бирки. Нет, я особо же это какого. А, ты же не по музыке. Да, я не по музыке. Все, все, все. Просто хотел, чтобы ты оценил уровень бокса Нурлана. Да, вот ты, допустим, в зале, ты видел в целом, что он по лапам работает или по грушу? Смог оценить? Он одевал. Просто я даже не с мамой как-то, как тебе объясню. Не концентрировался? Грубый такой вид был у человека. Не хотелось даже смотреть на него. Да, он одевал перчатки. Я думал, у человека настроен, у него бой должен быть, походу. Я думал, через месяц. Я не знаю. Только настроенный был как бы. А мы как бы так спокойно, так, профессионалы, отработали уши такие все. По боксу с Нурланом бы выскочил. Я бы подвигался с ним, да. Я бы подвигался. Ну все. Давай подвигаемся, Нурлан, ты готов? Блин, ему так это все не нравится. Нет, только давай с улыбочкой. Он так, да какой. Он очень скромно относится к своим способностям. Послушай, если Нурлан посмотрит, как я там с бойгерами боксирую, туда-сюда, ему все, он скажет, нормально, можно с ним как бы, нормально. Да, вот эти якори, они как-то не залетают. Чтобы там зубы отлетели, так они работают с людьми. Аккуратно, аккуратно, тап, 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 техника, туда-сюда. Посмотреть, что он может, показать, что я могу немножечко провести время хорошо. Он повеселится. Он же никогда в жизни так не боксировал, так весело. Так, чтобы ему от души так провести время. Не сложно будет с ним? Давай не о Нурлане, честное слово. Все, надоел уже он. Да, честно. Когда он прекратит материться. Вот тогда и поговорим. Тогда и поговорим о Нурлане. Правильно. Нурлан, прекращай. Да, он не сможет, брат, не сможет. Вот про эти медиа бои есть. И говорить, ты говорил, что из-за уважения к возрасту не побоксировал бы, не провел бы бой с Майком Тайсоном. А из-за неуважения к возрасту провел бы? Смог бы провести? Такой вопрос. Ну вот ты реально настолько уважаешь возраст Майка Тайсона, в принципе, его самого, что вот тебе предложили бы те же деньги, что и Полу, Логану Полу, Джейк Полу, кто там дерется. Ты бы не вышел против него? Сколько предложили бы? Ну, условно, 2 миллиона долларов. Вышел бы. Уважение проходит. Я правильно понимаю, что когда миллионы, уважение проходит. Я не обещаю, что вы увидели бы, что я там нападаю на Тайсона и пытаюсь там сломать ему лицо, например. Я бы просто подвигался, поработал бы с Тайсоном. Как мы работаем, например, в зале, ко мне можно подойти, там, например, в зале. Вот опять же, я же говорю, вот если мы с Нурланом побоксировали, я бы не сломал бы ему лицо. Мы побоксировали, посидели, потом попотели бы, и нам хорошо было бы. Вот так же, если любой другой взрослый человек зайдет со мной побоксировать в ринг, опять же, главное, чтобы он меня потом не накоптировал. Так-то Тайсон бодренький, посмотри, для своих лет, как он работает, как он бьет. Это еще надо выйти с ним и попытаться так поработать, и не упасть, понимаешь? Вот. Он так бодренько работает, посмотри. Просто в силу возраста каждый удар уже... Вот посмотрите на Холифилда, да, он вышел вот с Белфордом боксировать, да? У Холифилда, ну, клянусь, даже не возьмем его там лучшие годы, да? Возьмем там, вот когда он же на спаде был, он просто растоптал бы Белфорда. Просто растоптал бы. А тут Белфорд там отправляет нокаут. Да, он туда в форме Холифилда, но каждый удар его цепляет. Он же не то, дистанцию не так чувствует, не так видит удар. То же самое и с Тайсоном, я считаю. Ну, у меня есть еще другой пример. Джордж Форман, который в 50 стал чемпионом. Но 50 это не 60, правильно? Да, он согласен. А 60 это не 70. А 70? Ладно. Да, Форман, конечно, это такой феномен. Причем он вернулся после такого долгого, простого, он же после Али там перестал верить в себя и долго ушел, он стал проповедником. По сути, он вернулся уже с другой целью. Он вернулся, дабы нести какую-то пользу церкви, да? И спортзалу. Да, он как верующий человек пришел. Он хотел помогать церкви, у него не хватало денег, чтобы там достроить церковь, по-моему, да? Да, там забирали, он, по-моему, до этого выкупил и церковь, и спортзал, и забирали. Да, он уже с такой, как бы, да, у него цель, мотивация такая была, благая, получается. И он уже на другом уровне был. И посмотрите, у него Всевышний дал ему какие-то вот такие физические данные, да, что он в этом возрасте просто, не знаю, он и удар держал просто. Невероятный удар он держал. Никто не смог, да, его там уронить? Посмотри на него. Ну, кроме Али. Кроме Али. Да, вот. А, нет. Нет, там еще роняли его после этого. Вот именно, когда он вернулся вот в этом возрасте, никто не смог его уронить там. Вот Холлифилд, какие пушки в него запускал, да, и все равно. И были раунды, которые он забирал, и казалось, что он может дожать там Холлифилда тоже. А кто тебе вот из нынешних боксеров нравится, если ты вот примерно следишь? Знаешь? Сейчас скажу. Мне нравится, как боксирует Усик. Он очень хорош. Да. Да, он очень техничный. Тем более, он там, вот он сейчас поменял весовую категорию, да? Он же выше, да, ушел? Да, он сейчас в тяжах. Да, да, да. А с Фьюри, с Фьюри у них должен был быть бой? Да, да. Он высох. Насколько, Фьюри, да, да, вот мы можем... Как он умеет работать с телом? Мы можем говорить, что он с сечкой немножечко оттянул, да, свой процесс подготовки. Так это все-таки реально... Ну, возможно, ему не хватало времени, возможно. Но сказать, давай стукнемся головами и сделаем сечку, тоже не вариант. Но, учитывая вот этот уровень, я бы мог сказать, например, а ну-кась, писани-кась вот здесь лезвием. Ну, вообще, ну, честно. А для чего? А ты бы сделал так для большей подготовки? Чтобы оттянуть время, чтобы не сказали, вот он там... Скажи. Ничего, ничего. Я слышал тебя. А ты бы сделал как что? А ты бы пошел на такой шаг, чтобы продлить, увеличить время своей подготовки? Смотри, там много миллионов, там миллионы долларов на кону. Это вообще, это высшая лига. Понимаешь? Это, допустим, там не 50-60 миллионов рублей заработать, например. Ну, да, это простые деньги, согласен для нас. Тамби, например, за бой. 50-60. О, например, за бой. Ты понял, как он? Аккуратно. Подожди. Так, окей. А это уже лямы зелени. Понимаешь, там 20 миллионов, 30 миллионов долларов. На таком уровне можно сделать все, что ты хочешь, да, в своих стратегических целях. Там, в целях, да, каких-то. Бой начинается задолго до... Да, до самого проекта Гонга, да, до самого противостояния. И что получается? Он мог присонуть, в принципе, себе, встать в спарринг и, типа, они столкнулись, потом показать эту сечку и оттянуть время. Потому что, как я думаю, Фьюри собирается быть быстрее. Вот он ставит акцент на Усике, что он должен быть быстрее, чем Усик. Ну да. То есть он хочет быть быстрым. А вы с Уайлдером, обратите внимание, он ставил, немножечко уделял внимание на ударную мощь. Да? Он серьезный, как бы, стратег в этом деле, серьезный. И не берем противостояние с Нгану. Все расслабились, когда посмотрели противостояние с Нгану. Слушай, нет. Мне кажется, с Нгану он просто показал класс в плане... Он чуть-чуть вначале дал ему поработать. Мне кажется, абсолютно. А потом он просто на классе забрал очки. Да, да, да. Мне кажется, он... Послушайте, меня... Ты видел. Пропустил и такой, все, теперь мы работаем и набираем. Я уверен, что да, зная Тайсона Фьюри. Лично знаю. Он недооценил, во-первых, он Нгану, я считаю, недооценил. Он думал, сейчас я этому пареньку покажу, короче. И вот он вначале хотел с ним как бы поиграть. Ну вот он дал ему поработать чуть-чуть. Смотри, нет, но в один момент... Знаешь, что может произойти, когда ты даешь кому-то поработать и так далее? Его уверенность повышается во время боя. Он начинает верить в себя. У меня получается... Кураж ловит. Да, вот тот ловит, ловит кураж. И в один момент ты, бум, пропускаешь там буханку, да, понимаешь, падаешь. Теперь ты думаешь, нифига себе. Да, теперь поработаю. Теперь надо поработать. А теперь у тебя не идет работа, а он на кураже. И вот тебе что-то надо с этим делать. Ты не можешь перестроиться и так далее. Я считаю, что Фьюри попал именно в такую обстановку в этом противостоянии. Недооценив, планируя там немножечко поразвлекать публику, он столкнулся с определенными сложностями, с которыми как бы столкнуться не планировал. Вот. И поэтому получилось такое вот как бы равное противостояние. Ну да. Потом... А Джошуа, по-моему, все правильно оценил с самого начала. А Джошуа, когда сел с ним, он сказал, это самое серьезное испытание в моей жизни. Ну, когда он сказал это на подкасте, там, они где сидели на подкасте, да, лицом к лицу. Слушай, так, Джошу, мне кажется, было легче после его посмотреть их бой с Тайсоном Филе. Он только посмотрел, ну, здесь надо посерьезнее, грубо говоря. А если это реально твоя теория такая, как ты говоришь, что он специально мог лезвием, как ты оцениваешь эту многоходовочку тогда? Насколько это правильно? Ему нужно было правильно. Это круто, что он так сделал? Ну, если он считал на тот момент, что ему необходимо время, и его недостаточно, конечно, он молодец. Ты бы смог бы так сделать в своих боях, условно? Если решающий бой был бы, и ты понимал, что тебе еще нужно время, смог бы ты специально навредить себе? Нет, я бы позвонил в лиге и сказал, мне нужно еще время. Ну, честно говоря, так. Но лига бы не дала бы тебе. Они сказали, у нас есть время, где он уже продали билеты, и у нас события. С чем, допустим, с чем связано? Да, спроси. Вот, допустим, РСС, я позвонил заранее и сказал, мне плюс там 20-30 дней понадобится. Перед противостоянием Шлеменко. И они пошли мне навстречу, сказали, все, понимаем, ты заранее нам сказал. Можно сказать, что лига, значит, пошла навстречу к твоей победе на Шлеменко? Нет, опять же таки, я говорю, у меня с операцией связан момент был. Я говорил, что я не успею восстановить ногу. А дата поставлена была уже? Ну, дата была уже, можно сказать. И у меня там фигурировала операция. Опять же таки, не знаю, как я поступил бы, если бы мне это было бы необходимо, и не фигурировала бы операция. То есть, просто мне это нужно. Недостаточно времени там для подготовки. То, возможно, я и пошел бы на такой шаг. Ну, учитывая там какие-то там... Ну, опять же... Я вообще начал задумываться над тем, что, может, реально многие бойцы, в некоторых случаях, там, UFC бои крупные или какие-то, они могут специально травмироваться. Или чувствуется неуверенность в себе. У меня один момент, знаешь, какая мысль была, что UFC происходит? Что кому они хотят, они дают за химическом. Да-да, я тоже так. Не то, что я так думаю. Мне кажется, там по-любому кто-то есть. Мне кажется, Конор Макгрегор, боюсь с Хабибом, был за химическом. У меня такое ощущение. Вполне возможно. А я понимаю, что я за километрах химическом. Потому что... А сейчас... Рыбак-рыбака, как говорится. За километр, но они были там за тысячи. А сейчас вы еще не посмотрели «Дом у дороги» фильм? Вот я только начал, и потом... Говорят, хорошо снялся он, да, Конор? Хорошо играл. Ну да, да, он в целом там играл Конора Макгрегора, но там... А ты же посмотрел. Да-да-да, как он там выглядит. Просто вот это... Знаешь почему? Потому что ты его знаешь как бойца же. Вот поэтому, ты понял? Для зрителей других, кто не знает как бойца... Ну он прям вот это... Вот это вот он. Вот это... Мещер, мещер. И он весь фильм вот так ходит. Как похож, смотри. Как похож, да? Похож, да? Еще раз. Еще раз. Хармэр! Как Конор Макгрегор, а ты? Слушай, ну, я понял, про что ты говоришь. Чуть-чуть испытываешь такое вот испанское что-то, да? Есть немножко. Ну, это... Зая Конора просто. Прикольно. Короче, это прикольно. Сам фильм, честно, наверное, на один раз. Но это по моему... Исключительно по моему мнению. Нет, меня интересует, как отыграл Конор. Я же посмотрю. Прикольно. Я уже жаль, что я не посмотрел. Отыграл прикольно на самом деле. Вот ему как будто не надо было даже играть. Ему просто сказали... Пить собой, да? Да, ты просто вот хулигань как там на яхте. Он там очень козырно появляется. Да? Я не буду спойлерить, но возможно, возможно, вот момент, когда он появится, ты выключишь фильм. А он голожопый, да, там появляется, по-моему? Блин. Да? Нет, он матерится там. А, да, подлец. Еще и голожопый. Подожди, я понял. Вот прям так появляется, да? Да, я сам, я такой... Тормозить еще, знаешь, камеру... А тут стоп! Он как будто выходит из камеры и вот так еще наводят. Вот так я такой посмотрел. Ну да, он поднабрал. Слушай, ну... Аккуратно на шмекселе на своем двигается, нет? А не, он говорит, камеру еще. И он, я тебе говорю, вот так, он появляется вот так, улыбается так. И в моменте просто вот так прошел мимо камеры и там бам! Вот это тебе такое. Ну, парень, ну хотя бы, ну, надо загореть везде тогда уже. Нет, ну ты вот как думаешь, стопудово вот ему заплатили больше вот за этот вот, да? А у него самый большой в кино гонорар за дебют. За дебют самый в истории, в смысле, кинематографа? Вау. У меня бы все равно... Мне кажется, это около 20 миллионов долларов. Что-то такое, я думаю, где-то может. Я точно не... Смотри, кто бы пошел на такое. Это у них чуть-чуть менталитет, конечно. Показать себя, да, вот оголенным там, да, своей... Да не поймешь ты, Мага, ну не понять себя. Если бы речь шла о миллионах долларов... Пожалуйста, прекратите. Подожди. Нет, подожди, подожди. Нет, ладно, нет таких денег. Таких денег нет. Заплатили ему много денег, и им плевать вообще, что показать. Это понятно, ладно. Я бы на такое не пошел. Но зато теперь есть, что против него поставить в трештоке. Нет, вот я удивился, что он позволил себя душить как бы в этом противостоянии. Да, я вот видел фотографию, где там и Хабиб сидит, душит его, да, и тот его тоже душит. Это же киотчество, это искусство. Мне кажется, только из-за этого момента практически, наверное... Все и посмотрели, да? Ну, это же отсылка была. Ну, я думаю, чуть выше не могу взять. Это же была отсылка? Вообще, это... Не, я не знаю, я не думаю, что это отсылка была конкретно к этому моменту. Не, отсылка была бы, если бы за челюсть взял бы, за челюсть. Да, это просто... Блин, было бы круто, прикинь, если бы реально за челюсть, как Хабиба так. Да, если бы... И потом прилил бы куда-то. Это в целом же, это ремейк старого фильма. Слушай, они сам фильм снимали, я помню, смотрели, да, скажи, взвешивание UFC, и там вот появился вот этот актер, и он с кем-то... Джейк Джилленхол, да. Это вот... Ну, я тоже не буду раскрывать, что там произошло. Они в реальном этом делали, как бы, я помню, что... В свешивании... На реальном турнире, на момент был, да. Это был UFC 260 какой-то, по-моему. Не, 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 сейчас 300 вот сейчас должен быть. 280, что ли, что-то такое. Ну, может, что-то такое, да. Ну, короче, это вот... Ну, под 90. Да. Как мы любим. Да, но не суть. Я к тому, что у тебя же тоже есть опыт в кино, получается. Да, я тоже дрался там чуть-чуть. В реальных пацанах ты был против Калина. Да, 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 против Калина. И как тебе опыт в кино? Мне понравилось. Сложно было? Там, наверное, очень много дублей. Мне понравилось все, где я снимался. Все остальное мне не понравилось. Ты не смотрел, да? Ну, я посмотрел, мне не понравилось. Слушай, так круто вообще ты зашел. Вот ты видел, как Мага появился в реальных пацанах? Напомни. Он зашел в гараж. А, все, э, лысый, да, да, да. Ну, что, червячки, да? Салам червячки. Да, 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 да. Эпическое появление. А можно? Это от себя ты добавлял? Или там под сценарию? Не-не-не, мы там как бы обговаривали. Знаешь, тут ситуация такая, когда ты играешь со мной у себя, тебе легче, например. Тебе говорят, сделай так. Ты говоришь, извините, пожалуйста, но Магомед Исмайлов себе такого никогда не позволил бы. Но за миллионы долларов? Это не Магомед Исмайлов. А что они попросили? Травмироваться перед всем? Ну, видимо, какие-то оскорбления, да, типа? Ну, там, да, там, ну, там, типа, вот, ты там говоришь, типа... Ну, я понял, что-то слова какие-то, да? Все равно мы это потом вырежем, можешь сказать. Да, ты же не дашь нам оставить. Да, ну, типа, они говорят, ты скажи, типа, ну, переспи со мной, типа. Да, да, да. Я говорю, да, нельзя, это, я говорю, это не вариант. Я говорю, как я скажу такое? Нет, я просто не еду на такое. Все, 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 все. Мага, это самый... Может, я вот так, когда ха-ха-ха буду ловить, я вот так буду ловить? Боже, дело, да. Не, ну, это же твой фирменный смех. Кто-то будет уезжать как будто. Это же узнаваемый. Я бы сказал, это бренд. Да? Ну, потому что... Твой смех реально. Да, да, да. Окей, ладно. Тогда будем туда с брендом. Это самый большой гонорар за дебют... в сериале у тебя был. Ну, знаешь, там... Насколько, да, отличалось, допустим, от гонорара Коннора, да? Вот так вот. А, слушай. Тьфу, раз-два водой. Раз. Слушай, ну, есть и секрет. Я просто, знаешь что, я же был с тобой, помнишь, мы вместе были с тобой, когда ты контракт подписывал. Они вот примерно... Да, кстати, ты был с тобой, да? Да, 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 да. Были. Знаешь, какая ситуация? Меня-то интересовала, я хотел попробовать. Сам опыт. Да, меня интересовал больше опыт меня. Вот сейчас, например... А потом мне интересно было сыграть кого-то другого, да? Не Магомеда Исмаила. Драматическую роль. Это тоже попробовал я. Нет, вот я всегда думал о том, чтобы, ну, например, заплакать, например, в кино. Я говорю, как это сделать? Ну, да. Такую драматику. Это, на самом деле, это работа большая. Ну, попробуй, допустим, вот. Ну, нет. Все, мне отыграть? Нет. Я должен попробовать. Нет, давай вот, смотри. Все, хорошо. Сейчас попробуй. Не, что, смотри, давай так, что... Он, в смысле, без проблем с ней. Я не могу. Ты не можешь? Я говорю, сложнее заплакать в кино или засмеяться? Как думаете? Сложнее заплакать, я думаю. А они говорят, сложнее засмеяться, представляешь? Потому что они живут во мраке. Даже, даже. Я говорю, мне даже очень легко будет засмеяться. А потом стою такой и думаю, как-то неловко. Вот так думаю. И от того, что я пытаюсь это сделать, мне реально становится смешно. Я в один момент сам хахал и начал, да, то есть смеяться начиная. А заплакать, что, можно чуть-чуть, вот отсюда дал, что-то какую-то мазь вот так подмазал чуть. Это там нереальные актеры, они сами выдавливают слезы. Я сам тоже нереальный актер в этом вопросе. Когда меня отец шел бить, например, я хоть не хочу плакать, я... Выдавливал. Я лишнюю меня. А Рамазан когда шел бить меня, я тоже вот так сделал, он подошел ко мне. Подожди, ты рано. Рамазан просто по Станиславскому работает, не верю. Он подходил ко мне, подожди, ты слишком рано плачешь, еще не пора, иди сюда. Мне кажется, он тебе геймплан рассказывал перед тем, как тебе отец будет. У тебя был отличный преподаватель, да? Да, Рамазан, с Рамазаном не прокатывай. Смотрите, отец будет отсюда замахиваться, вот так будешь делать, понял? Рано. 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 Нет, смотри, вот у меня, конечно, вот с отцом, с Рамазаном, вот я вот там выработал немножечко актерские свои, я там мог, так я такой убедительный был, знаешь. Я вот реально, у меня внутри совсем другие вот эмоции, ощущения, а вот выдавал я им вообще другие, вот кардинально. Это не опасно сейчас при камерах говорить? Ну, уже они знают, я думаю, я уже признался, как бы думаю, я даже признался там, но я во всех своих этих, которых не признался, я отцу говорю, вот он говорит, им интересно было, слушай, а вот тогда вот, когда я реально, ты был или не ты был, им сейчас интересно, да? Потому что я не признался. Кстати, если вы говорите ребенку, например, скажи, я тебя не побью, например, и он говорит тебе, ты его бьешь, запомните, больше ты никогда от него ничего не добьешься. Ты предал его доверие. Да, потому что уже ему плевать, ну, скажу правду, побьет. Не скажу, ну, тоже побьет, да? Хотя бы, когда не скажу, побьет, у него хотя бы сомнения появятся, а вдруг я, на самом деле, просто так побил ребенка, как-то угрызения какие-то. Особенно, если это еще чужой ребенок. Это вообще ужасно. Ну, юмор у вас, конечно, ребятки, отвратительный. Вот этот момент ты где-то прочитал или где услышал? Вот сейчас вот этот момент, там, если ты побьешь ребенка, когда ему обещаешь. Потому что, нет, мне один раз сказали, вот, ну, типа, не побью, и побили. И вот с этого момента, клянусь, как бы меня не ломали. Это жизненный опыт. Как бы меня не ломали, вот я, честное слово, очень сильно меня бьет, я не признавался до того. Уже они вот бывают. Его берем на дело точно тогда. Меня Рамазан сильно бьет, чтобы вы понимали, вообще так, не по-детски. Знаешь, там, когда папа побьет, и потом такой, еще потом папа побьет. Ну, хоть какое-то милосердие, да, проявляет. И потом Рамазан проходит еще вот такой, знаешь, не помил. Нет. Мы еще не закончили. У тебя какое отношение, там, допустим, к своим детям? Условно говоря, ты вот уже представляешь, как ты будешь... Я знаю, у тебя дочка есть. Вот если у тебя будет сын, уже в таком возрасте более осознанном, ты как будешь относиться к нему? Применишь тот опыт. Да, или наоборот, ты как-то свое новое что-то не стешь. Я считаю, есть определенные вещи, за которые можно дать по башке. Ну, аккуратненько так, чтобы без черепного мозга. Ну, честно, я вот не представляю, каким ребенком я вырос, но кем я вырос бы, если бы меня не били бы. То есть вот я получал ровно столько, вот сколько мне необходимо было. Ну, честно. Самое жесткое, чем тебя били? Сразу говорю, резиновый шланг от стиральной машины. От LG. От LG. Только Эльдорадо по 30% скидгей. У меня вот такая тонкая, знаешь, такая палочка. Тонкая. Знаешь, она такая... Как у сказки? А, телескопическая. Она такая... Ударывается. И фонус получается. И кролик исчез. Все. И всю правду сказал. И потом в один момент, смотри, как происходит это вот это. И вот ты-то не знаешь же почесать. И ты думаешь, где я? Знаешь, в один момент... И знаешь, в один момент, я же часто вот это делал. Клянусь, клянусь Аллахом, не буду, папа. Знаешь? И он такой, ага, оставил меня один раз. Да, да, да. Тут тоже нельзя так. Я и сказал, не буду один раз. А потом, когда я говорил, клянусь, 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 клянусь Аллахом, не буду, продолжается. Я говорю, я тебе не верю, и продолжается. Это система Станиславского тоже. Не верю. И я в один момент просто у меня вот везде, везде горит, прикинь. Аллах. И я в один момент думал, что сделать мне? Когда меня... Как же, как остановить этот момент? Я не знал, но я обманывал, потому что реально. Вот меня вот убили, говорят, я говорю, не сделаю. А потом делал, что хуже даже мог сделать. И вот когда меня били, говорят, что сделаешь, что сделали, я в один момент такой... Вот откуда актерские, да, эти все данные. И на один момент остановился. А ты вот так делал? Да. Так нельзя делать. И на секундочку он останавливает тебя. А потом, знаешь, первый удар все равно же... У-у-у, тебя щит. Проверочные, мать. Ты чего, мать? Сюда иди. Да, я, короче, переживал вот эти. Но я все равно свое делал я. В конечном итоге. Нельзя, можешь все равно делать. Я вот, например, мы теперь с сигаретами баловываем. Дети, дети были. Ну, баловались сигаретами, да? Какой возраст? 5-6? Он мелкий, да? Ну, 11 лет, да. 11-10, 11 лет. Не. Один момент я пришел домой, и... Смотри, меня... Ну, такие вещи я вообще не люблю рассказывать. Почему? Потому что сейчас ребенок меня примет в этом моменте. А, так можно было, да? Сейчас мне говорили. То есть один момент я пришел, и у меня с рта не пахнет, да? Я как бы проконтролировал этот момент. Все, веточка сломлена, все аккуратненько. Листочек взят. Я такой, ох, блин. И папа... Родители шерлоки, конечно. Я говорю, я там что-то... Он, короче, моих под Рамазан папу объести вообще тяжело было. Говорит, надо было быть стратегом в этом возрасте. И теперь я думаю, нифига себе, они мне по пальцам, да? И тогда мы что делаем, Адам? А ну, скажи... Не, я вот про веточки, да, наверное? Ну, это вот рядом стоял, да, с товарищами, которые объясняли, да? Берешь вот такую веточку, чап, вот оглавляешь ее... И ее куришь. Нет. А, я просто никогда не стоял. Вон туда вставляешь самый конец, сигарету так зажимаешь, и вот такая... И вот так думаешь, да, что... Ну, чего мне в жизни не хватает в 11 лет? Слушай, вообще никогда так не делайте. У нас дети будут смотреть вообще? Мы не материмся, да? Ну, у нас... У вас там будет вот это, вы же напишите в Ютубе, там, не для детей, да? Не для детей, Миша, да, да, мы всегда ролики не для детей, да. Все-таки Конора обсуждали, точно не для детей. О, окей, да, и его задницу, да? Ниже пояса. Ниже пояса, Магомед. Я больше никогда так не скажу, а еще. Все, все, больше вам не предоставим задницу ничего. Ни одна задница не пройдет. Хочешь, я беру... ЛДПР, Магомед и Своилов. Если больше, я беру все задницы на себя. Смотри, я... Я буду говорить. Нет, давай остановим это, смотри. Вот когда ты захочешь слово говорить, на него смотри, мы будем говорить. Я такой сразу... О, задница, да? Да. К вашим услугам. Капрал, задница. Тась, я что-то не веду задница. Нет, нет. Смотри, ситуация. Рамазан, один момент, все, когда мне не поверили, для меня стала неожиданность, что Рамазан мне поверил. Понял? Что у меня за рта, я говорю, как, как? Я говорю, я зевал, а тот вот так дунул на меня. Да, пассивное курение. Ну да, да, типа... И он так, так может быть, да, Рамазан что-то заморозил, и он... Никто не поверил мне дома, Рамазан поверил. Он говорит, да нет, может быть, оставьте его. И для меня это был шок, знаешь, Рамазан поверил. И один момент на стройке я стою, и, знаешь, в этот момент такой... Такой дым запускаю я. И вот... И вот так до квартиры твоего. И мой взгляд... Нет, я вижу, Рамазан вот так останавливается. Ну это вот, знаешь же, как тебе объяснить? Вот этот уголек... Я его мог съесть, когда видел Рамазана, знаешь, так... Не уголек, он переставал быть горячим. Я вот так в руке этот уголек вот так чэн-чэн-чэн... Гораздо более горячий взгляд Рамазана. Да, и он говорит, сюда иди, и я иду к нему. И он говорит, ты чё делал? Я говорю, я там стоял, но он ничего не делал. А ну дыхни. И ты знаешь, когда ты уже попал, всё уже, вариантов нету. Но ты вот до конца не сдаёшься, знаешь, этот момент, когда ты вот это... Просто начал танцевать. Смотри, Рамазан! Нет, нет, смотри, смотри, ты дыхни, и ты делаешь так. Себя. И это ещё больше усугубляет ситуацию. Видишь, как будто дышишь. Вот именно так вот. Сотрудник тоже остановил так. И ты такой... Надо на заметку взять. Так, слушай. Нет, лучше, чтобы ты дыхнул, и всё нормально было. Ну или чесночки для сотрудников. Тут ситуация, и очень сильно Рамазан меня побил. Вот я никогда в жизни не забуду, как он меня сильно побил. И потом я сейчас съел три сигареты. Вы ели сигареты когда-нибудь? Нет. Что такое? Не ели сигареты никогда? Нет, я предпочитал еду. А я ел. Я не хотел, он не заставлял Рамазан. Кто-то ему посоветовал, типа, годишь, чтобы никогда больше он так не делал. Надо заставить скушать его сигареты. И прикинь, я теперь... Ну, осуждаем такое. Это сработало? Это осуждает такое, да? Это на тебе повлияло? Знаешь, в такой накопительном эффекте, да, всё вот так в совокупности, потихоньку, да, это привело меня к тому, что я сказал, нет. Оно тебе не нужно. Не нужно, я не хочу. Но на самом деле больше на меня повлияло, знаешь что, больше. Когда меня на улице побил парнишка, я не увез с ним. Я подумал, это всё из-за сигареты. Это всё из-за сигареты будет. Дыхалки-то хватило, просто тронули получил я. Не увозил я, но я подумал, что это из-за неё я такой слабый. Я не смог с ним справиться. Знаете, хотите, я вам расскажу одну историю? Вот прямо сейчас, быстренько. Я уже не раз её рассказывал, но всё же такие, да? Вот связанное тоже с сигаретами. Ну, с сигаретами есть с другом моим. Нет, не расскажу, я передумал. Давайте не будем о сигаретах, давайте сменим тему. Давай селим. Никаких сигарет. Давай селим. Давай селим. Всё, сколько можно сигарет. Ни сигарет, ни мата. Да. Что обсуждать, Магомед? Просто дышать вот так. Что ещё делать? Это ты меня научил. Я знаю, что я хотел спросить. Был какой-то момент, где твой смех вообще-то не в тему зажал. Вот где-то в компании какой-то серьёзный. Вот как у тебя сейчас недавно было, да? Вот только вот недавно. Ты сказал, танцы, ха-ха-ха, и все ноги. Что ты делаешь? Это обычное моё состояние. Это у меня всегда бывает. Ну, я имею в виду, может, там где-то на поминках ты стоял, я не знаю, можешь вспомнить. Я тебе больной, что ли? Нет, конечно. Нет, я имею в виду, знаешь, что, послушай меня, пойми мою мысль. Пойми мою мысль. Он же всегда в голову приходит, вообще не нужен ситуации. Ты начинаешь думать, сейчас смеяться или нет. У тебя не бывает такого? Нет, ну, знаешь, бывает, знаешь, как бывает, когда вот нельзя смеяться, ты смеяться хочешь. Ну, вот я же про это говорю тебе. Неловкие ситуации. Был какой-то такой неловкий момент у тебя? Ну, неловкого не было. Я вот знал, что я сейчас тарандулей получу, нельзя смеяться. Я не всё равно это происходило, и получал тарандулей. Ну, не смешно было. Потом думал, почему нельзя смеяться, слушай, ночью, 2 часа ночи за своим двойным братом, который только приехал к тебе, давно не виделись. Правда смешно, все спят, ну, вы пошутите, что-то он сделал. И ты, и в принципе, он тебе будет, как бы из-за него ты посмеялся. Ну, и ты получил, как бы. Да, всё равно на тебя всё идёт. А вот, чтобы конкретно я посмеялся в какой-то вот конкретно вот нестандартной такой вот ситуации, ну, нет, в какой-то неординарной ситуации я посмеялся, да, не, вряд ли. А твой смех мог разредить обстановку, если там вот какая-то напряжённая обстановка, не знаю? И ты вот засмеялся, и всё настало на свои места прям, все успокоились. Это, понимаешь, нет, это больше ты как разрывитель выступаешь, когда ты смеёшься, да, и вот такая раздраженность, и ты смеёшься, и ты ещё больше всех раздражаешь, знаешь. Нет, я всё-таки мог так перевести как бы более такую на юмористическую тему, знаешь, вот всё так напряжённо, и ты так, да, отмази, так, ну, знаешь, придаёшь такую лёгкость этой ситуации. Как бы она для всех сейчас сложная, а ты ей такую лёгкость немножко придаёшь. И всё как бы успокаивается, и в один момент, вот если я замечу, что немножечко человек среагировал, ну, уголок губы, вот чуть-чуть, всё, я уже цепляюсь, я доведу его, как бы, я дожму. Но если я не вижу этого, то я могу чувствовать себя как бы... Проведём эксперимент. Вот Тамби, пожалуйста, серьёзно, Тамби. Задача вот сделать так, чтобы Тамби засмеялся. Можно, что вот, мага, ну вот... Просто реально можешь вот, ну... Ты же реально, он вообще не засмеётся, вот я уверен. Я? Да, да, всё, Магомед. Не, ну так. Тамби, мы выйдем отсюда, вот Тамби. Выйдем, отвечаю, выйдем. Это подкаст закончится. Давай сделаешь правильно. Красиво сделай, по-брасски давай. А? Ну и убедите, знаешь. Я не шучу, честное слово. Сейчас не шучу, Тамби. Мы выйдем. И закончится подкаст. Мы покушаем, я надеюсь, мы покушаем. Там не будешь улыбаться. Там ты заплачешь, Тамби. Надеюсь, от смеха тогда. Ладно, окей. Всё, всё, я за... Мага, твоим подогревом. Я спасён. Не заплачешь, Тамби. Моя улыбка меня спасла. Всё нормально, да. Вот чаще улыбайся, Тамби. Ты долго это делал. По любому ты попал. С таким ещё напряжённым лицом чаще улыбайся, Тамби. Тамби, делай это чаще. Да, да, да. Кстати, когда вот про кино заговорили... Слушай, раз смешить очень тяжело. На самом деле. Даже... Вот я, честно, не верю, когда вот говорят, раз смеши, там, юмориста, знаешь. Да нет, почему? Да нет, это сложно. Я вот, клянусь, сидел вот тупым лицом. Все это вот... Вот всё, над чем посмеялись, были тупые шутки. И вот честно. Иногда, я знаю, что тут сидят... Вот кто этот? Скажи, на гитаре, которая шутки играет, шутки делает. Иван Абрамов? Ну, вот такой тип сам, да, вот этот комедий-клаб. Вот этот, может... А, Харламов? Нет, на гитаре, который всё время поёт, типа шутки, да. И он сидит в комедий-баттл потом тоже, и... Семён Слепаков? Да, Слепаков, да, такой. Призванный иногентом, надо, к сожалению, так говорить. А, да? Да, да, да. Но это надо озвучить, да? Вот поэтому же мне не нравились шутки игроки. Слушай, как ты вообще... Слушай, просто... Испытание «Не улыбаемся» начинается. И что, и что, Магомеда? Клянусь, я хотел сказать, что нереальные его шутки вообще меня... Когда я на него смотрел, он меня бесил, знаешь, почему? Вот потому что он там, ребята, ну, шутят. И он такой, ну, вообще, вот твоя шутка, вообще, это яма, там, туда-сюда. А потом я где-то вот натыкался. Я раньше смотрел вот эти комедий-клабы, где шутят. А его бесило, как он отвечает. И он начинает теперь вот эту петь, знаешь, такую песню, типа... А я говно, там, типа, знаешь. Я лежу где-то, и мне так тяжело, там, например. Знаешь, такой чепуху, знаешь. Я вот думаю, эй... Он для кого это заходит? Что он говорит? А нет, там люди сидят, я вот слышу, что тишина в зале вначале, знаешь. И там уже его как будто кто-то поддерживает, начинает такие... Да-да-да, ради приличия. Ну да-да, типа, и... А он такую дичь поет вообще, ну, кошмар просто. Ну, это вообще не смешно. Окей, а кто тебе нравится? А потом он сидит в комедии баттл и начинает такой качать, знаешь. Ты там плохо пошутил и так далее. То есть где-то, например... Вот я не могу сказать, что, например, вот этот Гарик Мартиросян, да, например, что он вот реально там плохо шутит, да? Да. Он реально, он... Вот реально, он... Но он уже такой, как легенда в юмора. Гарик Мартиросян в машину вообще. У него юмор, да. Ты как бы слушаешь, реально, ты понимаешь, что вот есть конкретно юмор в каждом. Вот видно, что он как будто готовится, что ли. И у него и так там... И этот, скажи, импровизация тоже хорошая у него. И реально вот он там в жюри сидит, и ты понимаешь, когда он оценивает, там говорит, ну, ты там вот не очень, ты там очень понимаешь. Но вот этого с гитарой я не понимал никогда. А кто тебе нравится? Ну, я думаю, я могу сказать, что в целом у каждого же, скажем так, юмориста своя аудитория. Это, на самом деле, то, что не нравится тебе, может невероятно нравиться кому-то. Да-да-да, однозначно. Тут уже речь о вкусах, скажем так. Окей, ну, Марин, если ты не всегда сам хорошо шутишь, если ты сам, ну, не всегда твои шутки заходили, окей, давайте тогда так, ну... А, ты можешь сказать, у тебя есть вкус, правильно же? Я понял, если ты не соответствуешь, не оцениваешь. Давай я сейчас скажу какую-нибудь глупость, да, глупость. Не улыбаться? Стоп, нет, смотри, подожди, подожди. Вот сейчас уже? Нет, смотри, я скажу какую-нибудь глупость, и там, я скажу, вот скажи, ну, ты глупость сказал. А я такой, там вот в этой аудитории, которая сейчас смотрит, по-любому человек десять посмеялись. Это сто процентов всегда. Ну и что теперь, ну, и что теперь, ну, пятьсот человек посмотрели вот таким тупым взглядом на тебя и сказали, что он несет? Понимаешь, ну, это уже не шутка. Десяти человек недостаточно. Это надо просто выключать и идти дальше, как говорится. Это не надо на это прям анализировать, мага. Зачем я должен выключать? Я хочу посмотреть, например, вот этот комедий батл. Почему я должен за одного человека выключать? Я там пять лет участвовал в комедий батл. Победитель комедий батла, пожалуйста. Два раза. Два раза. Ты же не смеялся там, да? Я смеялся над твоими шутками беспонтовыми. Спасибо. Спасибо. Это очень ценно. Видишь, теперь я тебя поддержал. Это очень ценно. Поделись улыбкою своей, и она еще не раз к тебе вернется. Видишь, как бы хорош. Это искренняя улыбка. Слушай, вот ты мне скажешь, ты думаешь, ты лучше шутил, чем дуэт «Да»? Ой, как он вообще? Ты лучше шутил? Я могу сказать так. Что это вообще? Я как могу сказать? Во-первых, дуэт «Да»? Ой, блин. Дуэт «Да», «Мага» и «Махмуд» — это, скажем так, первопроходцы. Они победители комедии батла. Я когда мы только приехали с Рустамом, мы прошли в полуфинал, мы слетели, и мы сидели на съемках финала, и я прям кайфовал, а такой, ну, классно. Ну, я такой, вау, это сто процентов, я об этом не спорю. Но для меня, как и для Рустама в комедии баттл, главными соперниками были мы сами. Это не потому, что я кого-то считаю хуже или лучше, а то, что я считаю, что если мы выступили сегодня лучше, чем в предыдущий раз, то это уже победа. Слушай, в комедии баттле, в юморе три победы. Давай, красиво! Как красиво! Красивая победа — это подготовка, когда нужно найти идею, когда надо, чтобы эта идея была не банальной, потому что конкуренция высокая. В юморе уже все темы затронуты абсолютно. Все формы шуток были. И из этого всего найти какую-то золотую идею... А мы над идеей могли месяца два думать. Серьезно? Да, мы очень серьезно, на самом деле, подходили к вопросу. И прям, ну... И весь этот процесс вот так проходил, с такими лицами. Вообще не смешно было, клянусь. И вторая победа — это выйти на сцену. Уже. Ну, то есть преодолеть себя, когда вот это все давление, помимо того, что люди в зале сидят, сидят еще люди перед экранами, вот это осознавать. А боясь забыть текстом, да, у тебя? Вот ты что... Я забывал много раз. Уже на опыте, да. Я просто что-то... Ну, это потом... Я понял, что это вообще неважно. Абсолютно. И молчал. И молчал, да. Можно, можно повторить? Да, я все съел, извините. Руками магии, и я все съел. Или вы на одну тарелку только подготовились. Ребята, не подводите, пожалуйста. Да, сейчас, если есть курицы-гриль где-то несколько... Четыре кури-гриль... Галиль. Ничего не надо. Да. Ничего. Четыре курицы-гриль, да. Спасибо большое. Короче, там тоже, говоришь, волнения какие-то. Конечно. Вот ты выходишь... Вот до того, как выйти на сцену, ты заряжен. Вот это... Вот это ты улыбаешься, но это не настоящая улыбка. Ты просто нервничаешь и пытаешься вот это преодолеть. А когда ты еще выходишь на сцену, перед тобой сидит три члена жюри, и вот эта сцена еще, она поднимется, тебя скинет. Блин. Ты туда... Ну, почему-то я в голове представлял, что ты падаешь, и там помои еще. А, ты так сильно, чтобы не хотел туда, да? Да. Ну, мои. Ну, да. Чтобы ты вот еще больше сильно не хотел... Вот это преодолеть давление, и потом еще тебя там кто-то хейтит, кто-то этот... Все вот это на тебя наваливается. Вот это преодолеть вторая победа. И третья победа уже выиграть в финале. Выиграть в финале. Вот так вот. Окей. Вот так я закольцевал твою мысль. Нет, подожди. Но третья победа, это уже выиграть в следующем полчаса истории, потом четвертая победа еще раз, и потом уже в финале. Еще раз тебе надо будет два раза эту всю свету пройти. Все, я схему эту еще раз пройду. Ну, в общем, понятно, да. В общем, понятно. То есть второй раз пройти эту схему уже легче, чем первый раз, правильно? Не сказал бы. Вот ты уже не упал как бы с этой темы. А, если ты выступил хорошо, это на тебя накладывает еще давление. Тебе нужно еще лучше, надо выступить в следующем. Да, еще больше давления. Окей. Какая у тебя любимая, вот, ваша миниатюра? Ну, это вообще самолюбование. Да нет, ну, Гасс, самому просто нравилось там, или сам смеялся от этого. Мне там Синдикат Отваги вообще всегда пересматривают. Синдикат Отваги. Всегда. Вот это, наверное, да. Само топ, нет? В смысле, есть еще круче, но вот Синдикат Отваги. Посмотри, Лена Кука, Синдикат Отваги. Да, потом посмотришь. Не надо, смотришь. А ладно, что ты начинаешь? А там без мата. Все, все. Да? Да, 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 там это вообще... Я посмотрю, потом нахожу Адам. А ты сам, все, 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 вырежи это. Не думал сам выступить в стендапе, как-то проявить себя? Почему? Я бы мог, мне кажется. Я бы мог в стендапе дать жару, мне кажется. Такое ощущение. У тебя есть какой-то монолог, может, что-то подготовка, это... Тему, давай тему, может. Там, опять же, какие свои правила, да, что в стендапе тоже есть, да? Есть же? Да? Везде есть какие-то свои правила, да? Ты чего-то начинаешь, как бы ты, вот, объем, да? По-своему, как-то определенно зайти нельзя, да? Это же стендап. Нет, почему? Можно? Ты можешь зайти так, как по кайфу тебе, правильно? Любой желающий... И говорить так, как тебе по кайфу можешь, правильно? Смотри, нет правил, которые вот надо соблюдать. Есть просто какие-то устоявшиеся, скажем так, схемы для начинающих, чтобы ты понимал, как работает шутка, как пишется... Ну, давай, 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 сейчас попробуем с тобой, давай, одну. Давай. Ну, во-первых, мы должны выбрать тему, которая тебя волнует, действительно. Конечно, тему толктина мы сейчас поразгоняем. Окей, смотри. Я не хотел рассказывать историю. Вот, можно твою историю превратить в какой-то блок для стендапа. Ты что-нибудь одно оттуда просто... Не дотягиваешься. Клубника заряженный. Заряженный, ягоды, жилек. Майя, допустим. Так, если часто повторять, то, говорят, дверь выбьется и... Смотри, в Дагестане часто бывает, например, ситуация, когда справедливость, ну вот, чувство справедливости... Обостренное чувство справедливости. Да, вот появляется вот неожиданно обостренное чувство справедливости. Оно прям неожиданно. От своего лица буду рассказывать, хотя это не так. Я, возможно, был где-то в толпе. И это был вообще не я? Возможно, да. Но от своего лица расскажу, допустим. Лучше не желать, когда расскажешь. Это все слышно, да? Чуть-чуть непрятно. Тогда превратиться не в подкаст, а в СМР-блог. Я здесь полчаса сижу. Нормально, нормально. Чап, чап, чап. Вот это все слышно там. Серьезно вы говорите? Чего страшно? Не, это через раз же было. Да, иногда ты чап. Я здесь полчаса, это не табил уже все это. Не поверишь, что? Это я был, это я. Вот это чап, 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 на него перевести. Все, все, если что, это я за кадром. Хорошо. Все, не ем. Все, мы теперь на этом будем концентрироваться. Слушай, мне вот это чавкать, вот это вообще несерьезная тема. Сразу говорю. Не, подожди. Я просто уверен был. Мы просто сами виноваты на самом деле, что мы... Ну-ка, она чавкает людям. Она едят. Слушай, там... Это клубничка? Слушай... Через одно отдыхало клубничками. Понятно, кто это все это время делал. Да, вы теперь понимаете. Да, рассказывай. Слушай... Да, да, да. Подожди, давай вместе я тебе подсоблюсь. Нет, я не хочу. Все, я поел. Смотри. Он типа показывает, на самом деле клубнику ушатал. Да, да, да. Ситуация такая. По такой схеме живем. Все, я не живем. Смотри. Теперь вот происходит вот в одном определенном месте, да, где скопление людей. Да, и где очень шумно. Давай так скажем. Не хочу говорить, что это была дискотека. На буйке? Или уже говори, да. Ну, как если лучше говорить. Во времена, когда молодой, неопытный был. Вот те времена была дискотека, да. Нет, не Нижняя Тагилья уже это было. Ну, ладно. Это было в Дагестане. Но тогда вот такой момент будет, что вот была дискотека. Ладно, мы молодые были. Вы пришли разогнать их. Смотри, и там вот на дискотеке вот это непонятное. Ну, типа, вот так вот. Драка начинается, драка, смотри. Неожиданно в Махачкале. Нас больше, да? Нас больше. А их меньше. Такого, диджеев или кого? Смотри, ребят, ребят. Вы на кого, на лепреконов нападали? Мы нападали, они брэк-танцоры. Они были брэк-танцоры. Блин. Тогда они брэк-танцовались. Я просто знаю очень крутых... Ну, слушай, они брэк-танцоры, они очень хорошо дрались. Они реально очень хорошо дрались. Они не просто брэк-танцоры, они были очень развиты хорошо. Они ходили, кто-то на борьбу ходил, кто-то куда-то ходил. Они все такие заряженные. Возможно, это был Адух один из них. Возможно. Вот ситуация такая. Теперь мы... Теперь начинается вот эта вся бойня, да? И вот кто-то из нашей толпы, какого-то вот маленького, их, да? Маленького там. Самого сильного. Самого сильного так маленького выбрал. И вся эта толпа на него так, на-на-на, вот этого маленького. Ну да, он же явно был опасный. Еще какого-то мелкого там зацепили, на него даб-даб-даб. И теперь я, естественно, что делаю? Толпой на одного, правильно я понимаю, Магомед? Нет, тоже человек шесть-семь. А это за что-то? Ну, есть соотношение, да, толпой на одного получается. Да-да-да. Есть соотношение. Да-да-да. Все как обычно. Теперь, естественно, я что делаю? я. Я выбираю такого, самого такого мощного среди них, думаю. Ну, ситуация какая, да? Одного ударили, толпой забили, да? У него такая майка была. И подхожу я, короче, и ему штуф, даю, короче. И он вот так поворачивается на меня. Он такой, кто здесь? Да, типа, кто это меня там? Ты хочешь потолчевать? И вот он поворачивается, и вот твое ожидание, прикинь, и ты слышишь такой, один на один оставь. И ты думаешь, что? Как один на один? Почему, когда я один на один началось, да? И почему, когда я самого большого ударил, а почему именно с ним, Байд, один на один? И теперь, ты вот в ситуации один на один, и теперь ты думаешь, да ну нафиг, и ты видишь, там кто-то еще влезет, хочет, и твой близкий останавливает. Так, подожди, давай, один на один, делай, мага, делай. И ты вот дай, аккуратно, какой один на один? И ты так вот, и ты вот, а, вот эта суета, и теперь, тап-туп, начинается, но и не вывозишь ты, Байд, байд, тебя вот так, не, не, вот так, а пол тебя стукает. И они продолжают, все равно один на один, все равно он сейчас вытащит. Он все равно сделает. И эти сутки кричат, высиделай. Я понял, тебя ломают, а высид, это борцовский такой прием, надо вот так подсесть, и высиделай. Ты понимаешь, я все топтал, твое, понимаешь, какой высиделай. Помоги, Абеллуз, Станя Беликсом. Ты не можешь кликнуть, ты так, па-м-па. Что еще раз про? Что? Высидь. Ага, все. Слушай, короче, вот, это, это называется чувство справедливости, понимаешь? Слушай, ну вот, допустим, шутка, окей, это за шутку принимаем мы? Принимаем, этот блок в целом, можно, а мы уже, я уже накинул сюда несколько шуток. Это уже можно взять. Так просто это все, Все, смотри, это так просто, но приходится тогда проживать какую-то интересную жизнь, чтобы было про что рассказывать. А если нечего рассказывать, приходится давай наблюдение какое-то, допустим. Короче, вот этот близкий, возможно, был я, который вот это, оставьте один, ай. Да ладно. У которого чувствуют свои дела. Невозможно, но не так. Именно в этот момент. Возможно, но не так. Так, я к тому, что основа, я уже рассказал шутку. Конечно, конечно. О, что-то рассказал, сразу можно. Бери голубику. Если у нас такое условие будет, она пустая останется. Так, окей. Я к тому, что основа, это твой жизненный опыт, потому что ты не сможешь рассказать со сцены то, что ты не пережил, с теми же эмоциями, подать это, потому что зритель все равно чувствует. Но это не я пережил эту ситуацию. Это пережил другой человек совершенно, и мне его очень так... Но ты был в этой ситуации. Короче, они, знаешь, для меня бы, например, вот эти ребята, они перестали быть друзьями. Ну, честно. Я думаю, вы отлегели, что голову, чтап, кафель не разбили. Кстати, после этого на брейк-данс, вы сидели, начали ходить. На брейк-данс, записался? Ребята, вы здесь, да, тусуете всегда? Нет, всегда было интересно, мне всегда было интересно вот этот самый большой, вот, что он там брейк-дансил. Чем он занимался? Да, что он делал? На самом деле, те, кто занимаются брейк-дансом, Би-Бой называется, и это очень физически развитые ребята. А я вот с нальчика, ребята. Ну, вот Predators есть, Predators Crew. Ру-Рус, который был еще там, рептилоид. Нет, Рустам не был в Predators. Рустам как раз просто молодой был, и фанател от этого. Ему это нравилось. Я сейчас не понимаю, о ком речь. Ну, просто слушай. Есть чемпионы мира, Predators Crew. Там ребята, вообще в целом, там ребята много откуда. Ну, и в том числе из Дагестана. Они все подготовлены физически. Они чемпионы мира. Вот они, в прошлом году они получили, нет, в этом году, в 23-м году они стали, они повторили. Мы тебя просвещаем еще, как бы, помимо ММА, что люди вообще занимаются, чем занимаются, где выигрывают. Просто тебе рассказываем, что есть твёртый ман. Уже, сколько? 20 лет они уже этим занимаются. Они на очень высоком уровне и очень сильно котируются. Ну, то есть, вот они, я не понимаю, где был чемпион. То есть, они очень физически развитые. Просто, ты натыкался когда-нибудь на бренданство? Да, вот я же говорил, там пацан, где вот это на одной руке, вот это выйти, там же еще, причем, когда что-то амплитудное какое-то. Ты можешь представить, один на один, и уходишь с человека, он на одной руке стоит, тебя же идут. Капойера. Да, он такой. Сейчас, что, брат? А ты его поймать не можешь, он вот это крутит все время. Вот это вот, опа. Вот это ногами, да? Как в этом, в текине, в текине же был. Слушай, я когда первый раз увидел, что они на руках крутят, так ногами, да, вот крутятся, я думал, это нереально. Я думал, как-то их подвесили, да, фокус как-то сделали. Серьезно. Подвесили. первый раз показали, на руках, да, ногами вот так перекрыли, ну, как он держится так на руках, я думал, это нереально. То есть, оказывается, реально, представляете? Да, это вот тоже все, тренировки. А ты, может, в детстве у тебя было желание там сходить, записаться на какие-то танцы? Ну, в детстве национальный танец, кто-то хочет там сходить, условно говоря. Вот, кстати, как пример, скажем так, когда танцы, все равно, если ты занимался танцами, это может повлиять на твою бойцовскую карьеру. Вот взять Брюс Али, он был чемпионом Сянган, по-моему, тогда назывался Гонконг. Я бы другого взял. Он был чемпионом Сянгана по ча-ча-ча. То есть, он танцевал ча-ча-ча, реально, в детстве. Ну, не порт мое впечатление о Брюсселе. Подожди. А потом, это придало его движением грацию. Я думал, с детства ломает доски. Это придало его движением грацию. Джит Кундо, он же, когда придумал свой стиль, грубо говоря, там туда и оттуда он взял стойку и ход вообще, в принципе. Шугарей Роббинсон, по-моему, да? Шугарей Роббинсон тоже был танцор, правильно? Майкл Пейдж тоже вроде танцор. Не, вот, но Шугарей, он очень хорошо двигался на ногах. По-моему, Мухаммед Али, Мухаммед Али, у него, да, ему, да, то есть, тот очень хорошо, они вот это на ногах движение делали, и он в бокс перешел, он очень быстрый на ногах был. да, координация. То есть, это он зародил технику, что ли, ногами? Мухаммед Али, короче, кайфовал с него. А, круто. Ты имеешь в виду быстро перевести? Мухаммед Али свое, как бы, да, он в тяжах это все сфоризировал. Да, он двигался как легковес. Слушай, мне очень нравится, как Майкл Пейдж, ты видел, как он дерется? Вот последний бой UFC. Майкл Пейдж, Белат, ты помнишь, который от страницы у него постоянно. прикольно подвигался, он прикольно, и всегда моросит он, короче. Да, блин, как, я же был там, на Майами, на этом турнире, да. А, вот почему я вспомнил. Ну, он ментально, да, ты был в Майами, на UFC. Подожди, еще раз, сто. Центральная фигура в этой истории. У тебя Флорида. А, Флорида. Флорида, Майами, Адам. UFC. Адам. Я Адам, я попиваю свой джуз. Майами. Представляешь, Адам, Майами. И я когда видел вживую, как он дерется, мне вот прям, я восхищался. Ты просто танец как будто наблюдал. Да, это вот как игра, чисто в игре как будто, вот этот джойстик, знаешь, когда не можешь попасть, изучаешь что-то. Вот он все время так. И нажимаешь всякую чанду, и там что-то делает. И Холланд, он в итоге в третьем раунде уже сдался морально. То есть он его сел, он же стоял такой, типа, ну что, типа судей, ну что мне с ним делать? Вот, понимаешь, вот эти моменты начались. И все, я такой, но он все, он всех будет есть, вот эти психологические. Если Токов будет перед тобой танцевать, это собьет тебя? Нет, я тоже буду танцевать вместе с ним. Мне кажется, вы да. И начнется у нас с ним бойцовский танец. Опа! В этом случае, в этом случае кто-то выйдет и запретит ваш поединок. Слушай, слушай, я даже не посмеюсь в данном случае. Да, да, да. Нет, если даже отметить, это будет по факту. Ты согласен? Конечно. Два здоровых дегенератора танцуют в клетке, где должны драться. А если это работает тактика, вот обескуражить, вот допустим, вот ты всю дорогу, ты настраивался, такой очень серьезный бой, а он в моменте, твой соперник на карачке становится и гавкать начинает. Вот. Просто какая-то реакция будет. Ты начнешь вот прям жестко, серьезно идти против него. А потом резко он встает и говорит, джилеклер, ягоды. Как вы поймали вот эту щитку? Я просто картину эту представил. Мага, извини, пожалуйста. У нас отмена. Салфетки. Да, салфетки. Есть такой просто блогер один. Нет, как вы прям засмеялись на этой щитке. Смотри, вот это тот самый нелогкий момент. Я тоже должен был включиться сейчас. Я пытался вот это. Просто это была отсылка очень тонкая. значит, ты все правильно держишь в своей жизни. Все надо. Да, что-то общее было, да, ваша шутка какая-то, которую вы знаете, которую я не знаю, правильно? Не делайте так, ребят. А ты же хочешь посмеяться с вами. Все, все, все. Надо что-то общее. Хорошо? Все. Но все равно, если начнет гавкать соперник. Видишь, как испортил, дай нас. Не-не-не, все. Возвращаемся к серьезному подкасту. Если твой соперник гавкает, то я здесь кинолог. Вот это, да, начинается. Не-не-не, смотри. Смотри, он гавкает. Да лапу дай вот так. Смотри, нет, он гавкает, ты как бы залазишь на него и делаешь шаг с мускулл. И вот он... У тебя не было реально вот таких моментов, где ты такой, надо вначале боя что-то придумать такое? Смотри, клянусь, знаешь, какая ситуация у меня? Вот бывает в зале на спаррингах, на спаррингах. Не идет спарринг у тебя. Вот ты серьезно боксируешь, не идет. И в один момент ты просто начинаешь моросить. Ну вот бывает, там руки отпустил. Расслабился, короче. И ты начинаешь накидывать ему, знаешь, он нервничать начинает. Он не попадает в тебя. Ты делаешь такие глупости, но и при этом попадаешь. Ты его выводишь из равновесия. То есть вот у меня, знаешь, вот какая мысль, что Пейдж, если встанет и серьезно попытается работать, ты его уши отталить, мне кажется. Вот это... Стиль его ставит, вот обезоруживает вот именно тем, что вот он моросит, когда ему комфортно. И от него не знаешь, чего ждать. И вот то же самое, когда я делал это, то есть именно на спаррингах, не в бою, я в бою не рискнул бы так. Но я делал это в спаррингах, когда у меня серьезно не получалось, я мог начать моросить, и у меня тогда все заходит. Вот так тоже бывало. Слушай, ну, в начале боя все-таки вот какого-то своего стиля. Не-не-не, Магомед, ну прекращай, пожалуйста. Не стоит. Прекращай. Я имею в виду какой-то свой стиль на работе. Условно говоря, там вот ты видел Усман, он подходит к центру и вот так вот рукой... А ты мою вот эту не видел, что ли? Это... Нет, это легендарно. Это очень круто. Я бы попросил ставить. Нет, подожди. Есть вариант? Да-да-да, это ставят. Вот она. Ага, все, вот. Красиво, нет? Да. Хорош. А вот именно когда вот все, бой начался, бой! И вот это там, может, как-то позайти или что-то. Просто я всегда, вот когда... На корточках, да, пошел там, что-то такое. Да-да, ну Хамжат, обычно так начинает, что-то вот что-то именно... Ромеро, да, честно, там уровень адреналинщика такой, что тебе вообще... А Магов помнишь? Не до этого. Не хочешь такой чандой страдать, да, тебе хочется просто пойти с ручки поднять, аккуратно. Или этот Андерсон Сильва тоже, он периодически что-то там любил исполнять. Ну спагать просто так, Сильва. Исполнять что-нибудь. И когда его... Вот ответ... Адлана Магов? Он всегда вот так говорит. Это вот после боя, это просто по факту момент был, прям приятно было на него. Да-да-да. Спокойся. Он этим моментом все объяснял, бывает, что вот ногами я расшатаю, по какому бойцу вот ты искренне скучаешь, чтобы увидеть его снова в клетке или вот взглянуть на молодого бойца Коуду? Опа. Знаешь, этот... Сейчас я тебе скажу. Рамбл. Рамбл? Да. Я помню, да. Да, вот мне всегда казалось, он просто психологический корней проиграл. Лучше такой добряк, да, был? Да, он добряк был, он психологически проиграл корней, я считаю, именно психологически. А так он был какой-то вот... Какой-то он был, мне казалось, он какой-то вот железный, что ли. Каждый удар, мне казалось, вот каждый удар может стать последним. В каждом ударе я видел какую-то невероятную мощь у него, знаешь. И он был вот реально, мне вот как-то вот без него, вот когда он ушел вообще с ММА, уже скучно стало. А так он как бы вообще как бы покинул этот мир. Да-да-да, очень жалко. У тебя есть такой боец? Кого бы я хотел увидеть? Вживую? Нет, не вживую. Снова в клетке увидеть там, кто может ушел или завершил. Надо подумать. У меня это забито. Вот я недавно смотрел его бои. Точно. Снова. И, блин, я вот смотрю и такой, блин, ну как же ты мог вообще там делать все, что ты хочешь, если бы остался. Нет. Нет. У меня не забит. Ну, смотри, забит невероятно красиво дрался. То есть, смотри, ему не давали, даже титульник не давали, правильно? Да-да-да. Уже пора было. Да-да-да. Даже если говорить по его там, по серии его побед там и так далее. Очень много раз. Мне сам факт нравится, что он пришел туда, смотри, дал жару им всем, как бы. Ему не дали титульник. Он там долго, он как бы, нет, все, до свидания. Ушел, завязал, и он как бы, он не зависел от этого спорта вообще никак. То есть, меня это, это тоже меня впечатляет, как бы, вот в данном случае. Он вообще никак от этого спорта не зависел. Он был очень, он красиво дрался. Сейчас не зависит, правильно даже? Ой, подожди, 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 подожди. Ассаламу алейкум, Камил, Ассаламу алейкум. Они меня на этом подкасте, я отвечаю за что задержали, я сваливать должен, братцы. Вот такая ситуация. Камил, все, я отсюда выпрыгиваю, еду к тебе. Все, все, вот такси подъехало. Вот прям сейчас выхожу отсюда. Вот уже. Пять минут и еду. А где, куда подъехать? Пип, выходите. Уже машина я. Это они на подкасте сейчас. Нет, у меня такси. Куда здесь? Правый поворот. Так, все. Все, помним. Едем. Сейчас буду. Ой, поворот проехал. Все, вот это такси сказал. Извините. Ага. Все, где здесь ехать? Так, у меня же серьезный один момент есть. Вот вы спрашивали меня про кино, скоро увидите кино. Сериал спрашивали меня, скоро увидите сериал. И вот, когда я вам говорил, что я в фильме снимался, кого-то играл, меня всегда бесило, знаете, что кто-то говорит мне, какую эмоцию я должен выдать. Хотя я с этим не согласен. Ты сам снимаешь кино? Режиссер говорит, ты должен сделать так, а я с ним не согласен. Я с ним не согласен. Режиссер вообще на площадке, это что? Это лишние детали. Я по-другому должен сделать, я считаю, я не согласен с этой эмоцией, поэтому смотрите сейчас, невероятный будет, невероятный анонс будет, невероятный движух. Блин, да что же это? Что? Новая серия Мухтара? Я ухожу. Я ухожу. Вы останавливайте меня сейчас, пожалуйста. Мага, можешь остаться еще? Мага, останься, пожалуйста. Мы еще не обсудили. Где мой костыль? Мы его спрятали. Мы его спрятали. Заберели. Ребят, ну я думаю, мы все обсудили. Мага, ну 10 минут и завершим. Брат, ну 12 часов уже, честное слово. Уже 12 часов? Просто мы так, честно говоря, со мной время пролетает, очень незаметно. Ну по моим часам еще как бы 20-40, ну ладно. А может, у меня просто остаются? 20 минут не доехать, 12 договаривался, я за 15 минут не доехал. Куда, куда? Мне нужно ехать ко Милу Гаджио сейчас. В гости? Нет. На хин-кал? Потому что уже мы три дня не можем отснять один эпизодик, какой большой. И вот сейчас я еду, чтобы отснять его. Так, сейчас все так заинтригованы. Тогда знаешь как? Все заинтригованы. Давай тогда. Заинтриговайтесь. Смотрите этот момент в кино. Подписывайтесь на эту страницу Лысый Хищник. Ютуб-канал. Отписывайтесь. Подписывайтесь. Хассел-шоу. Только хассел-шоу. Хассел-шоу. Покажите. Лысый Хищник. Хассел-шоу. Авиасейлс. Что еще? Деньги. Парк-голд и нут дюхи. Деньги. Много денег. Чтение. 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 Продолжение следует...